Друзья, как обычно, по стандарту лайкаю первый 100 комментариев. Также напоминаю про свой телеграм-канал. Ссылка в описании. Всем привет, друзья! С вами я, Пандос Фиксович, и сегодня настал тот самый день, когда я затещу ту самую карточку, которую я мечтал увидеть в прошлой FIFA, мечтал увидеть в этой FIFA, и, наконец-таки, я дождался Рикардо Куарежма. 5 плюс 5. Я помню, я безумно обожал его флешбек-карточку FIFA 20, и вот с 20-й FIFA не было ни одной спешл-карточки у него, и вот, наконец-таки, ее добавили. До сих пор я не успел за него поиграть, специально оставил на видос. Возможно, кто-то скажет, что это уже как-то неактуально, хайп прошел, но мне как-то все равно. В общем, давайте я вам сейчас зачекаю свой составчик, так скажем, на воротах. Жозе Са. Хазач, он из себя представляет. Справа у меня стоит Уилсон Манафа. Первый центральный защитник Тиаго Джалу, 194 тысячи. Я помню, когда он еще 600к стоил, был на безумном хайпе. Сейчас он уже, как казалось, никому не нужен. Рядом с ним Рубен Везо. Прошу заметить, 5 звезд на финтах. Слева Герреро. У него 5 звезд на слабой. Собственно, справа Рикардо Куарежма. В центре полузащиты у меня Ринато Санчеш, 400 тысяч. Слева, друзья, жемчужина моего состава. Это Педриньо. А себе, точнее, Педро Филиппо Барбоса Мореро. Я хазек тот такой, но у него в талантах мощные штрафные, дальние удары. Ну и посмотрите на силу удара. 95. Дальные удары 92. Короче, буду за этого Сильвер Беста лонгшотики бить. Слева у меня стоит Луиш Фиго. В нападении Желсон Мартин, который мне упал. Он, когда мне падал, стоил что-то там 500 тысяч. Сейчас уже стоит около 700, если не ошибаюсь. Да, 700к, видимо, получит апгрейд. Ну и, собственно, Луиш Нани, у которого тоже 5 звезд на слабой, 5 звезд на финтах. И, собственно, вот таким вот интересным образом выглядит наша сборная Португалии. Для Усебио, к сожалению, места не нашлось, но про него я и так все знаю. Из-за него уже отыграл больше 200 матчей. А в текущем составе, по факту, все новенькие и свеженькие игроки, за которых я не успел ни сыграть, ни матча. Классический геймплейный ролик. Долго вы просили, потому что в последнее время выходят лишь покцы. Так что, если вам нравятся, друзья, геймплейные ролики, поддерживайте их своими лукасами и классными комментариями. А если вы еще 10 тысяч лайков понаставите, то вскрою премиальный кумир на выбор в следующем видосе. Да, снова буду собирать кумира. Хотя, казалось, после Сколса меня уже ничего не убедит собирать. Ну, вы сами понимаете, контент есть контент. Еще давайте посмотрим нашего первого соперника. Пабло FC Мбапе, Джуниор, Алаба. Как обычно, не успеваю посмотреть состав. Ничего страшного, уже привыкли. Так, ну, начало, конечно, максимально прикольное. Спасибо Мбапе, что не забил первым же ударом. Так, ну, моделька приятно чувствуется. Я уже понимаю, что с дриблингом у этого парня все хорошо. Нани, Нани. Ну, здесь можно вот так вот сделать. И вот так вот. Ай, какая красота! Так, Кварэшма. Вот так вот, хорошо, на финте обошел. Делаем вот так вот. Подходите по одному. Ой, хорошо, Кварэшма. Блин, как приятно управлять его моделькой. Неужели это возвращение той самой легендарной карточки с FIFA 20? Так, Мартинш. Делаем вот так вот. О-ху-ху! Какой гол, Нани! Через себя забивает. Хорош, слушайте, пока что у меня Нани феерит. Так, Кварэшма. Вот так вот. Ага. Вот так вот. Хорошо. С мечом остался, блин! Пол команды накрутил и... Обосрался в конце. Так, соперник продолжает тут атаковать. Мне снова везет. Продолжает руинить свои моменты Мбапе. Так, опасно. Опасно, опасно. Жозе Са! Слушайте, уже несколько сейвов сделал. Респект ему. Ой-ой-ой. Опасно, опасно, опасно. Что-то последние... Последние минуты мне вообще нихера не получается сделать. Соперник таки сбивает. Хорошо, заслуженно. Базару зеро. Так. И Кварэшма. Ну-ка! Ух, хороший удар был. Да нет, 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 нет. Стой, стой, стой. Так, Кварэшма. Вот так вот я сделаю. Вот так вот. Я читал, я знал. Да! Блин, пиздец, блядь, нахуй. Чё за блокираторы там нахуй стоят? Так, Кварэшма хорошо ушел. Шикарно просто ушел. Вот так вот. И на нахуй. Хорошо летит. Отлично летит. Вот даже если сравнивать с тем же Сколзом, вы чекайте. Насколько принципиально огромная разница между их лонгшотами. Ой. Ой. А если вот так? Блядь, Кварэшма. Так хорошо сейчас мог залететь. Но, видимо, все. 2-2, друзья. Ну, респект сопернику. Он не сдавался, отыгрался. Мог даже выиграть меня. Так, чё дальше по соперникам? Нихуя себе. Вот это команда. Фул кумиры. Три тоти. Так, давай защитник. Кто там, блядь, у меня проебался? Да что ж вы? Так. Так, я чувствую говно. Педриньо, хороший отбор. Педриньо, слушайте, пока что меня радует. Вообще не выпадает из игры. Давай, Кварэшма, отбеги нахуй этого Мальдини. Сделаем вот так, блядь. Немножко передержал я мяч. Ну, ладно. Мартин, ну-ка. Бля, ну в упоре-то так можно забивать? Камон, брат. Охуеть, блядь. На меня наступили. Просто проскочили. Судей вообще похуй. Опа. Кварэшма, я вижу. Коридор шикарнейший. Шикарнейший. Вот так вот. И на нахуй. Хорошо. 1-0. Мартинс забивает. Так, Кварэшма. Вот так вот. И вот так вот. Хорошо, наконец-таки. Завелась машина. Ты ливнешь, серьезно? Блядь, такой состав у тебя был, чувак. Я думаю, ты меня разъебешь. Окей. Next соперник. Стерик, Харрикейн, Хитарян. Так, я пока не знаю, как мне Кварэшма. Ну, типа, я чувствую, да, вот в дриблинге он хорош. Там все такое. Крутится, вертится. Но прям вот каких-то красивых голов я пока что за него не забил. А это то, чем запомнился нам. Рикардо Кварэшма. Блин, опасно. Опасно, опасно, друзья. Соперник крутит, вертит. Что же он будет делать? Йоу, как он меня накрутил. Пидриньо, хорош. И на нахуй. Бля, у него очень круто летят удары. Но, блядь, почему тут не получается с лонгшота забить? Так, вот вам провальчик. Хитарянчик. Сейчас он забьет, скорее всего. Нет, блядь, прощает меня. Пидриньо снова отбор делает. Бля, Пидриньо какой-то ёбарь, блядь. Типа серебряная карточка, а ебет прям вот только так. Смотрите. Ой. Жозеса, спасибо. Блядь. Блядь, голкипер снова тащит. Да что ж так... Блядь. Пиздец. Какая хуя та же залетела, друзья. Просто пиздец. Так, ну вот оно. Вот оно, я чувствую этот заброс. Я прочувствовал его, друзья. Я... Хорошо, блядь. На добивании кое-как закидали этот гол. 1-1. Конечно, Кварежмо там должен был реализовывать. Ну ладно. На они. На Кварежмо. Вот оно, друзья. Вот оно. Вот оно, друзья. Хорошо. 2-1. Это максимально быстрый камбэк. Кварежмо. Респект. Ой-ой-ой. Ну пиздец. Как дыра, блядь, появилась такая. 2-2. Так, не хотелось бы, конечно, проиграть в конце матча, блядь. Блядь. Хуево. Сейчас может быть дело, блядь. Спасибо, что не рикошет в ворота. Блядь. Ну соперник меня жестко прям задавил. Прям жестко. Нихуя сделать не получается. Ну посмотрите. Подает и подает. Подает и подает. Ну по XG, конечно, я всосал нормально. 6-8. У меня 2-8. Соперник был хорош. 2-2. Пока что самый популярный счет в этом выпуске. Так, чекаем дальше. Да что ж такое? Что за склады такие жесткие, блядь. Фул кумиры, нахуй. Так. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Кварежмо. Блядь. Ну это гений. Ну это просто гений. Как он сейчас накрутил, навертел на своих 5-звездочных финтах. Это было супер. Вот. Такие иголы я хочу видеть от него. Ой-ой-ой-ой. Это опасно. Эусебио бежит. Бро, ты же тоже португалец. Не забивай. Хорошо, блядь. Хорошо. Педриньо снова отборы делать. Бля, Педриньо какой-то реально ебнутый, блядь. Столько полезных действий делать. Я просто охуеваю. Так, корешно. Ну вот оно. Вот оно. Ух, хорошо летело опять. Педриньо. Добрый вечер, блядь. Вообще никого не пускает. Блядь. Просто король опорки нахуй. Так, Санчеш. На Мартинша. А я хочу вот так вот сделать. А я хочу вот так вот сделать. А я хочу вот так вот сделать. Блядь. Увидел Кварежму. Хорош. Я, конечно, рассчитывал, что он через себя ударит. Но и так тоже сойдет. 2-0. По одному. Хорошо. Блядь. Ебачу за гений. Как он крутит. Как он вертит. И соперник после этого не выдержал. Он понял, что не может конкурировать против Кварежмы. Так. Опять половина кумиров. Команда называется Раша. Так. Ну мы вот так вот сделаем. Ага. Хорошо. И вот так вот. Ебем, блядь. На нахуй, блядь. Вот чего я ждал от Кварежмы, друзья. Вот вам и разница между Полом Сколзом, блядь, и Кварежмой. Хотя у Кварежмы, ну, намного хуже удары. 8-6. Сами посмотрите. У Сколза там, блядь, за 90 все нахуй было. Ой. Соперник тоже решил лонгшотик ударить. И повезло, что на добивание он не успел. Так. Сопа грызается очень неплохо. Я вот так вот сделаю. Хорошо, Кварежма. Супер. Прям. Тихо. Крутим, вертим. Вот так вот. И вот так вот. Блядь. Я люблю тебя, Кварежма. Официально заявляю, что это один из моих любимых игроков в этой части FIFA. Я вот отыграв ни много ни мало 5 матчей, понимаю, что это то самое легендарное возвращение. Как он ебошит. Вы посмотрите, какие финты пиздатые. Как ловко, как дерзко. И лонгшоты, блядь. Целых 2 уже за этот матч я забил. Где этот красавчик? Вот он. Вот он. На нахуй вынимай. Бля, какой же кайф, друзья. Какое же удовольствие я получаю от игры этой картой. Ой, опасно. Опасно. Нихуя он нормально так разыграл. Но мой голкипер продолжает меня удивлять, друзья. Сколько сейвов он уже надел за сегодняшний выпуск. Блядь, что это за анимация? Бог ты мой. Пиздец, я в охуе. Блядь, ну, пиздец. Бля, голки. Блядь, это было охуенно. Ореги, просто, блядь, респект. Че это за хуйня? Так, ну че? Хейтричок от Рикарда Куарежмы. Молодец. Так, я хотел на эту анимацию посмотреть, что здесь нахуй было. Смотрим. Это какой-то легендарный финн был, да, да. Смотрите. Пам. Пам. Пяточ. Блядь. Ну, такое только фиша возможно. Ну, я, конечно, допускаю, что такое в реальной жизни тоже может быть. Но, блядь. Вот так вот. Он как будто специально дал ассист. Посмотрите, так элегантно еще, знаете. От пятки к пятке. На, нахуй, забивай. Ну, пиздец. Но первый гол Куарежмы прям охуенно. Посмотрите. Во-первых, вот этот вот финн. Ну, и во-вторых, собственно, удар каким получился. Мощным, хлестким. В девятку. Вот здесь тоже хорошо, посмотрите. На, покрутил и файнас вынимай. Так, друзья. Я думаю, властецкий матч. Два кумира в моменте. Кантана, Джерд, Красный Канте. Ну, и остальные ребята, я думаю, тоже в порядке. Не, ну, прямо отсюда можно рискнуть. Ебать! Охуеть! Вот это лонгшот сейчас получился. Блядь. Окей, ближку. 1-0. Хорошо, хорошо. 1-0. Едем дальше. Кстати, вот вы смотрите этот геймплейный ролик. Вы хоть в одном моменте заметили фигу? Что он вообще делает на поле? Давай-давай, хороший пас нужен на Нане. Нане, что-то ты, блядь, в первом матче как-то нормально так играл, а потом что-то превратился в тыкву, по ощущениям. Ебать. Спасибо, голкипер. Если бы не он, сейчас было бы совсем трагично. Очень скучный матч. Ни хера у меня не получается. Соперник прям хорошо играет. Это вот матч, где вообще нихуя не получается. Но дайте мне один момент. Допустим, вот этот вот. Я его реализую. Сука, нет, не реализую. Ну. Бля, какая хуйня залетела. Боже, прости соперник, подождите. Надо руки поднять, потому что он весь матч меня давил, давил, и я такую залупу запил, блядь, 1-1. Так, ну, киков на. Сейчас прилетит какая-нибудь. Пиздец, прям в ту же секунду, блядь. Следующие атаки. Кто мне забивает? Да ебаный Александр Арнольдович, блядь. Иди нахуй, блядь, просто игра. Блядь, а вот у меня киковная, сука, почему-то не залетела. Ой. Галкипер меня спасает в очередной раз, прошу заметить. Блядь, какой же лучший нахуй. Так, ну что, в этом матче нужен спаситель. Эусебио, давай. На! Спаситель наш. Эусебио, 2-2. Хорошо, найс. Блядь, не дай боже. Спасибо. Все, друзья, на этом эпичном матче мы заканчиваем. Сразу в трех матчах счет был 2-2. Надо просто с ума сойти. Чего по итогу сказать про этот сквад? Защита абсолютно дефолтная. Не сказал бы, что прям кто-то особо выделялся, но при этом особо никто и не проваливался. Да, какие-то приколы там были, а-ля мяч сквозь ногу утягать жало, но в целом не критично. Типа окей. Вот вратарь меня впечатлил. Много сейвов делал, метр 92, таланты какие-то имеются, поэтому вратаря могу порекомендовать. Кто меня точно удивил, так это Педриньо. Много отборов делал, возможно, какие-то ассисты отдавал. Тут некоторые матчи у него были в Серебряной Ложе. Санчеш, ну типа окей. Ни рыба, ни мясо тоже, знаете, вроде как-то чего-то больше я ожидал от него, наверное. Но в целом, типа особо не впечатлил фигу. Вообще забейте, мать. Шесть матчей, один ассист. Я, понятная идея, опять же, специально на него не играл, но в целом как бы ничего особо из себя не представляет. И, наверное, на какую-нибудь сборочку ближайшую улетит. Так, Мартин, что он там показал? Четыре ассиста отдал, забил один гол. Типа он на фланге играл, поэтому особо к нему вопросов нет. Ассист отдавал, отдавал, значит, карточка неплохая. Нани 3 плюс 3 за шесть матчей. И в первом матче дубль оформил, и потом как-то вот ушел в тень. В тень великого и ужасного Кварежна. Шесть матчей, семь голов, три ассиста. Довольно-таки неплохая статистика. Лонгшотики забивал. Финтица круто. То есть это вот то, чего именно я ожидал. Т-карточки, собственно, это я и получил. Отличная карта. Хотел сказать, всем рекомендую собрать, но уже никто не соберет. С актуальностью я немножко потерялся, но я приятно удивлен, что карта действительно классная, играбельная. И, собственно, впредь буду стараться заюзать ее в своем основном скваде. В общем-то, вот такой вот видеоролик получился. Если вы наберете оперативно 10 тысяч лайков, знаете, чего ждать в ближайшее время. Это сборочка на премиум кумирам. С вами был я, Пандос FX. Если вам понравился видос, то оставляйте лук, свои классные комментарии. И всем хорошего настроения. Чао-какао. Субтитры сделал DimaTorzok